Дети это едят с шести месяцев. Почему есть магазины нормальные? Я не выявил нарушение с вашей стороны. Вот он пишет заявление. Что он от меня хочет, этот молодой человек? Чтобы вы приняли какие-то меры к этому. Мы принимаем две позиции про срока. Это не серьезно. Если он приходит уже неоднократно, понимаете, к вам у вас постоянно... Позвоните в нашу головную компанию, пускай увеличивать штат. Да почему вы не звоните в головную компанию, если вы не можете обеспечить безопасность? Позвоните, вам это делать нечего и звоните. Да я у вас не работаю. Мне вообще это не интересно. Придите, поработайте, помогите нам, поснимайте про срока. Да зачем, если вы сами не хотите ничего делать? Зачем? Среди, помоги, сними, раз ты такой умный. Давайте это не будем. А скандал мне тут раздувать, а звезду ютуба? Почему это? А, звезду ютуба. Я на тебя, дорогой, в суд подам. Если ты меня выдаваешь в интернет, да, да клянусь. Понял, если ты меня выдаваешь в интернет, да, да клянусь. Хорошо, Лилия, да, хорошо, отлично, отлично. Я подам на тебя, что ты не имеешь права, меня куда-то выкладывать. Хорошо, подойдите, обязательно. А ему это объясните, пожалуйста. Конечно. А он знает все права твоих? Да? Да, хорошо знает. Мы сейчас ждем следственную оперативную группу. С детям шести месяцев. Девушки. Девушки. Да. Кто из вас старший? А вот, пожалуйста. Старший. Здрасте, а мы с вами уже знакомы. Вы, видимо, урок не усвоили. Просроченное детское питание у вас. Сейчас уберу. Делаем удаление. Возврат вам. Ну, что вы с этим будете делать? Возврат вам сейчас делать. Зачем вы намерены покупаете? А, я понял, все хорошо. Возврат мне не нужен, спасибо. Да. А вы намеренно ее продаете, судя по всему. Да. Хорошо. Окей. Здравствуйте. Хотел бы вызвать сотрудников полиции по адресу улица Вишняковская, дом 29, магазин Магнит. Купил просроченное детское питание. Посмотреть можно? Из рук. Что? Из рук. Так же, как и вы намеренные продаете. Кругом 12 месяцев. 4, 11 и 17. Угу. 29, 11 и 17. Угу. Ну, вот и все. Давайте вот раз сделаем. Нет, сейчас ждем группу и оформляем. А, давай. Правда, что ли? А это вы защищаете того человека, который избил другого человека? Покупателя, да? Он не покупатель, он вор. А, он вор, да? Он вор. А для вас покупатели как подразделяются на воров и не воров? Правильно? Он вор, конкретно кого вы защищали. И еще не факт того, что он вам не выносит. Мне выносит, то есть, да? Да. Лично вам. Детское питание. Про срок у одного будет почти на месяц. Магазин Магнит. У второго там чуть-чуть. Так, 29, 11 и 18. Срок 12 месяцев. А что продавцы-то говорят? А, продавцы говорят то, что я защищаю воров тут в району, да? То, что там этого, как его. Я помню. Ну да, кого в пятерочке-то. Как его помню. Сука! 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 Человека не бейте! Не бейте человека! Сука! 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 Ну, он же лучше меня. Я у вас спрашиваю. Вы же мне просто сказали информацию. Я хочу услышать до конца. Я не могу сказать число. Понимаете? Я не запоминаю такие числа. Мне это не нужно. Значит, вы гражданин ели эклеры? Полгода назад, да. Купил тут эклеры в просрочных целую пачку. И ел? И ел. Съел. Да. Я одобрею, хорошею. Да. Ну, в просрочках-то что я подобрю? Конечно. Ну, вы согласны с жалобой ограждения? Я не согласна. Я не согласна. А на чем подписывать? А на чем подписывать? Вам здесь не надо. На чем подписывать? Дело в том, что детское питание это не просто административка. Это часть вторая статьи 238 Уголовного кодекса. Она до 6 лет. Ради бы молодой человеку. Пишите жалобу. Какую жалобу? Дети. Дети это едят с 6 месяцев. Почему есть магазины нормальные? Я не выявил нарушение с вашей стороны. Вот он пишет заявление. Ну, пускай пишет заявление. Что я сделаю? Помимо нас он будет писать также... Дальше что? Что он от меня хочет, этот молодой человек? Что? Чтобы вы приняли какие-то меры к этому данному? Мы принимаем. Две позиции про срока. Это не серьезно. Потому что если он приходит уже неоднократно, понимаете, к вам, у вас постоянно это, понимаете? Во всех магазинах это постоянно. Не во всех. Во всех магазинах это постоянно. Я вам говорю, у меня работают два человека в завете. На 8 тысяч номинований позиций. Они физически не могут за всем усмотреть. Я вас услышал. Я понял. Позвоните в нашу головную компанию, пускай увеличивают штат. Да почему вы не звоните в головную компанию, если вы не можете обеспечить безопасность? Позвоните, если вам делать нечего и звоните. Да я у вас не работаю. Мне вообще это неинтересно. Придите, поработайте. Помогите нам. Поснимайте. Да зачем? Если вы сами не хотите ничего делать. Зачем? Вот я вам помогаю. Я вам в тот раз помог. Приди, помоги, сними, раз ты такой умный. Уууу. Давайте это не будем. А скандал мне тут раздувать. Звезду ютуба. Ааа, звезду ютуба. Я на тебя, дорогой, в суд подам. Если ты меня вызываешь в интернет. Да, да клянусь. Понял? Если ты меня вызываешь в интернет. Хорошо, Лилия. Да, хорошо. Отлично. Отлично. Хорошо. Хорошо. Подойдите. Обязательно. Конечно. А он знает все права. Хорошо знает. Все, а теперь уже опишлай. Он пока еще не выйдет, потому что ждем следственную оперативную группу, которая приедет и будет осмотр делать. Детей травит, а на меня в суд подают. Молодцы. Я тебя не отравили. Хорошая позиция. А может и отравите? Слава богу, еще пока не отравит. Угу. Ваше счастье. Мы просто жалобные данки есть. Ну посмотреть. Ох, похох. Ох, похох. Ну, я думаю нет. Печати нет. не прошита да ну прошивать не обязательно должны быть страницы пронумерованы и печати нет что-то пишут по традиции надо почитать но что-то еще коем-то избивали убивали цены неправильные ответов тоже нету хотя заявление месяц назад почти по по поводу вашего охранника не раз уже замечал что постоянно выпивает спиртное прошу принимать меры по поводу вашего охранника гадюшник правильно написано продажи детского питания степшим сроком годности неоднократно значит вот правильно люди пишут работники магазина не следят за должным соответствием жалобной книги тоже это июня не отмечен еще не отвечен помочь на магазине идите сюда люди это нормально вот посылает тут людей послала меня на нарушение закона знает как она сказал есть все равно очередной раз 7 июля семнадцатого года общество защиты прав потребителя обратилась принадлежит контроль по итогам проверки вывод товар с тех и местом глубности а чего книга то у вас не прошита не пронумерована без печати значит вроде не надо много работник на заявление отвечать спасибо за теплые слова внимательные и отзывчивые отношения клиентам здравствуйте закрылся все закрылся да в принципе у меня с собой так что можно смотрит так может они откроют там проведем тебя вместе происшествия поля но проведите личный досмотр есть эти облана если я открою добровольный нет а есть у меня не откроет личный досмотр проводился он до 9 до 11 конечно лучше думать там я виноват что у них детское питание просрочено вообще нам будет подробненько записать чек с номером и этой самой кассиром мне нужно чек но как чек тоже получать ну конечно да чек реквизиты чеки на ноль один семьдесят 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 девять а также ну вот там число надо указать когда покупку от 0 2 12 18 время 20 15 55 магнит город москва вишняковске 29 яблок яблоко обрекосное да яблок из яблока и абрикосов там у них как по чеку на яблок Скоро яблоко АББА. Надо дату изготовления. Дата изготовлена. 04.11.17. Сырок годности 12 месяцев. У меня не пюре и яблоко. Просто яблоко? Да, не пюре и яблоко. Можно упаковывать. Одна штука. 29.11.17. Надо указать срок хранения 12 месяцев. Срок хранения 12 месяцев. Упакована в белый конверт, в белый бумажный конверт. Чек там уже? Чек там уже? Да, да, да. Дальше. Какой смысл этой операции? Смысл операции в том, что продается просроченный товар. Ну только это за протоколируемыми. Просто если бы они не закрылись, был бы осмотр. Мясо проехать. Так они закрылись. Так что аккуратнее тут. Покупайте продукты. Что в Дикси, что в Пятерочке, что тут. Пятерочки вообще он людей избивает. Моё видео. А, да? В общественной организации, представляете? Да, граждане Российской Федерации. Покупайте. Подождите сейчас. А, на конверте. Здесь копичка реконвертика. Дай мне папку. Дай мне никуда родственницами. Распишитесь. Все участвующие лица. И что будет после этого? 238, часть 2. УК РФ. Это до 6 лет лишения свободы. Можно и кому? Виновным лицам. Установят следствие. Директор. Здесь понятой номер 2. Фамилия и отчество. Сначала фамилия и отчество. Фамилия и отчество. Потому что нельзя у нас детей травить. По закону. Неправильно это. Да не только детей. Ну да. Но это просто татья вытяжка. Так. Есть что-нибудь подобное обнаружить. Куда звонить? Дежурная часть. Дежурная часть. Дежурная часть. Скажем. Что вы звоните, молодой человек? Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Алрос Ньюс. Алроса? Алроса. Алрос Ньюс. Все. Я свободен? Да. Все. Спасибо большое. Спасибо. Отдержать. Благодарю. За поддержку. Все? Есть? Все. Завеление вы написали вам, да? Мне на конвертик не надо расписаться. Пока все участвующие лица. Ну, уже сейчас. Хотите расписаться? Вообще уже не требуется. Даже не на наркотиков. Да? На стыке прямо. Я обычно всем. Ну, я не... Не, 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 не. Ну, как? Посмотрим место происшествия. Там написано все участвующие лица. Это поедет. Что? Ну, короче. До свидания. До свидания. Ну, друзья, как вы видите, потихоньку заставляем полицию работать. Потихоньку заставляем магазины отвечать за просрочку. То есть, никакие подарки нам не нужны. От тех, кто продает детское питание просрочно. От тех, кто травит наших детей. Нам ничего не нужно. Нам нужно только привлечение их к ответственности. Особенно, когда это неоднократно и злостно. И тем более по-хамски еще. Вот. Надеемся, что будет привлечена как и пятерочка, так и этот магнит к уголовной ответственности. Виновные лица будут установлены и наказаны. Ну, а вы что ж, подписывайтесь на канал. Ставьте этому видео лайк. Нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Обязательно. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Алрус Ньюс. Все. Всем удачи. Всем пока. Борейте за свои права. Смотрите на срок годности. И не оставляйте это так. Если попался вам просроченный товар, обязательно доводите дело до конца. Если что, поможем. Пишите в личку в Инстаграм. Вот. Могу помочь дельными советами. Или в каких-то ситуациях. Если какое-то видео у вас есть интересное, тоже скидывайте в Инстаграм. В личку. Посмотрим. Может быть опубликуем. Поможем с оглаской и прочее. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok